Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 130. Наши встречи проходят в Сретенском монастыре, а записываются редакции портала экзегет.ру и выкладываются в интернет. 130-й Псалом – это молитва смиренного человека, который отступает в сторону перед тайной промысла Божия. В этом выражается его доверие Господу, его святой воле. По кротости сердца псалмопевец держался в стороне от превозношения и от попыток проникнуть в непостижимое. Смирение автора, подчеркнутое в его размышлениях о себе, напоминает слова Давида о том, что он человек бедный и незначительный, уничиженный и ничтожный даже перед служанками. Упомянутая в заголовке посвящение псалма Давиду и перекличка выражения гимна с царскими псалмами наводит на мысль, что псалом действительно очень древний. Доказать или опровергнуть утверждение, что его автором был непосредственно сам Давид, трудно вследствие краткости текста. Однако, поскольку надписание Давиду присутствует в масорецком тексте и в древнегреческих переводах Аквилы и Феодатиона, остается довериться традиции, пока не доказано нечто иное. Посмотрим на содержание псалма, стих 1. Без лишней скромности автор характеризует себя, как человека, у которого нет ни надменности, ни превозношения. Если принять во внимание параллелизм между словами «сердце и глаза» в выражении «не надмевалось сердце мое и не возносились очи мои», выходит, что высокомерие рождается в сердце, а проявляет себя в том, что человек смотрит на мир испорченными глазами. Схоже, описание надменных сердцем и горделивых очами можно встретить и в других псалмах Давида. Это свидетельствует о какой-то сложившейся традиции понимания характера отношения к Богу, к высокомерным и кротким людям. «Надменных Господь унижает, а угнетенных, то есть униженных, он поднимает, спасает». О каком великом и недосягаемом, говорит автор псалма, понять трудно. Может быть, речь шла о каких-то трудных для понимания предметах, в смысле запутанных и сложных. Поскольку псалмопевцы волновали не простые, а именно великие дела, предназначенные, по всей видимости, для князей или для мудрецов, отсюда можно сделать вывод, что как минимум псалмопевец был человеком, облеченным властью. Причастие недосягаемое многие комментаторы склонны понимать как необычное и даже чудесное. Дивные дела Божии для библейских писателей трудно было сосчитать, понять и тем более объяснить. Однако их можно было воспевать и рассказывать о них детям. Поэтому псалмопевец не пытается докопаться до сути устройства мироздания, то, что недоступно было инструментами науки его времени, но воспевает ту красоту, которая доступна для созерцания его глаз. Второй стих. Псалмопевец успокоился в надежде на Господа, как малое дитя, которого мать только закончила кормить грудью и отняла от своей груди. Он уже отлучен от груди матери, но все еще за нее как бы цепляется, поскольку быть на руках у мамы значит находиться в безопасности. Душа псалмопевца, то есть сам он как личность, это при этом не болезненный, крикливый ребенок, а спокойное, нежное, покорное, терпеливое дитя. Это дитя носит на руках Господь, поддерживает и охраняет его. Третий стих. Данный гимн, как и 129-й псалм, заканчивается призывом к общине возложить все свои надежды на Господа. Побуждение к народу быть спокойными за свое будущее опирается на опыт прошлых поколений, опыт страстования по пустыне во времена Исхода. Цитирую второзаконие. «В пустыне сей, где ты видел, Господь, Бог твой носил тебя, как человек носит своего сына, на всем пути, которым вы проходили до пришествия ваше всее место». Итак, мы видим перекличку с второзаконием, где также Господь сравнивается с отцом, носящим на руках своих детей. Подведем итоги. Двенадцатая письма восхождений по святителю Афанасию Великому учит человека не превозноситься своими совершенствами, но смиренно мудрствовать. Ведь превозношение вредит не только злочестивым, но и святым. Находясь при смерти, благочестивый царь Эзекия взмолился к Творцу, и Господь услышал его. Однако Эзекия оказался неблагодарным Богу за выздоровление, ибо возгордилось сердце его, и за это Иудею мог постичь Божий гнев. «Когда же смирился Эзекия в гордости сердца своего, Господь удержал карающую десницу». В истории болезни и выздоровления, наказания и помилования этого иудейского царя нельзя не увидеть библейской аксиомы, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому и Христос напоминает Своим ученикам, что «всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Зачастую сердце человека тревожит его желания. Человек, исполненный различных желаний и не имеющий упования на Бога, беспокойный. Он все время куда-то спешит и не успевает выполнить все поставленные им же самим задачи. Покорность воли Божией делает душу мирной и терпеливой. Видимо, такое состояние душевного покоя, умиротворенности в сердце подразумевал Христос, когда говорил о необходимости принять Царство Божие как дитя. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok